Спасибо большое. Очень рада быть здесь. Вообще очень люблю формат мастер-классов, когда представляется каждый раз разная музыка, разные задачи, разные исполнители, потому что это, безусловно, есть продолжение моей педагогической, очень любимой части работы. Мы все немножечко как бы балансируем на двух плоскостях. Мы исполнители, и мы всегда педагоги. Но мы исполнители и в классе, когда мы преподаем, и мы несем педагогическую составляющую в тот момент, когда мы что-то исполняем. Поэтому это и синтез, и взаимопроникновение. Мне безумно нравится, как однажды моя одна студентка сказала, «Мы не первый год не видимся, но спустя 10 лет вы такая же». Вы пьете кровь младенцев, я извиняюсь за такой формат. Я говорю, да, безусловно, каждый год ко мне приходят новые студенты, новые интересные личности, только формирующиеся, уже сложившиеся, со своими сложностями и со своими открытиями. И вот на этом взаимном контакте я считаю, что педагог в том числе находит и для себя пищу, и для себя в чем-то развивается. Это всегда общение. Это никогда не нравоучение, это никогда не назидательность, а всегда взаимовыгодное общение. Начнем? Да, безусловно, мы тоже надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Мы очень ждали вас, хотим получить вашу консультацию. Первым номером Валерия Кузнецова исполнится карлация в театре. Концертмейстер Ирина Печерская, класс профессора и дискуссничок. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Большое спасибо за исполнение. На самом деле, когда мне предложили программу этого мастер-класса, мне даже показалось, что она тематически очень интересно выстроена. Потому что, по большому счету, в начале два барочных композитора, которые, с одной стороны, немножечко похожи, а с другой стороны, вот будущая ария Бонанчини. И было бы интересно как раз сказать про Скарлатти и Бонанчини как бы в одной связке. Да, точно так же, как и впоследствии... Ничего страшного. Нет, ничего страшного. Поскольку я уже выделила как бы начальное направление моей идеи, чуть чёточку расскажу. Не потому что, допустим, вы этого не знаете, но просто хочется напомнить. Это произведение у нас принадлежит перу итальянца. Ну, грубо говоря, всё-таки не совсем итальянца, поскольку я для себя в голове чётко разделяю тех, кто родился на Сицилии. А Скарлатти у нас родился в Палермо. На тот момент, конечно, Палермо не настолько было, и даже сейчас это не совсем Италия. Сочетание арабского, испанского и в том числе итальянского менталитета есть, безусловно, и у композитора, и у каждого сицилийца в его внутреннем каком-то мире. Но хотелось бы сказать отдельно о Александре Скарлатти. Поскольку, если мы говорим о барочной стилистике в Италии, то это тоже не одним пластом, не в одном направлении. Нужно чётко различать, ну, допустим, некоторые различают три направления. А флорентийская, венецианская и неаполитанская. Я бы даже всё-таки чуточку укрупнила, потому что римско-флорентийская и там же прилегающая Болонья всё-таки это скорее родственные по пониманию школы. А вот отдельно стоящая венецианская, она, конечно, очень сильно роднится с неаполитанской школой. Несмотря на то, что на тот момент частично отдельно неаполитанское государство было несуверенным, иногда под протекторатом Испании. Поэтому испанские корни во всём том, что есть, они прослеживаются чётко. Но почему я говорю «венецианская школа»? И неспроста я сделала небольшую связку между Александром Скарлатти, отцом Доменика Скарлатти, и будущим автором, который будет показан, Бонанчини. Потому что при всей кажеской стиле, похожести их стилей, они очень разные. Виртуозное начало венецианской школы, оно чётко прослеживается в том, как творил и как мыслил себе музыку Скарлатти. Безусловно, мастера и теоретики говорят о том, что Александр Скарлатти вообще недооценённый композитор. И он не настолько находится в русле тенденций, сколько, в общем-то, был под влиянием этих тенденций и пытался сосуществовать со своим внутренним миром в этом русле. Но всё равно во всём том, что он хотел сделать, он скорее принадлежал к числу новаторов. К сожалению, выживать необходимо было в то время музыканту, и он удобным образом мимикрировал. И, к сожалению, наверное, где-то на среднем этапе он чуть-чуточку потерял то, к чему сам стремился. А стремился он к независимости музыкального высказывания от аффектации как таковой, которая была принята в барочной музыке. Потому что, по большому счёту, практически все барочники шли по двум направлениям. Либо это теория аффекта. Нет сюжета как такового, есть основные эмоции, которые излагаются с помощью определённых состояний музыкального текста. Есть ламента, и практически неважно, о чём идёт повествование, какие герои, любовные, героические. Но ламентная ситуация будет всегда любым композитором определённой тональности, определённым музыкальным языком изложена. Есть героика, то есть их примерно 6 таких вот аффектов. Есть состояние любовное, есть состояние пасторальное. И стилистические даже размеры и ритм движения, они были чётко прописаны именно под этот аффект. И, по большому счёту, Александр пытался уйти от этого. Он был потрясающим мастером и потрясающим знатоком. Точно так же, как в будущем Иоганн Себастьян Бах. Он является той квинтэссенцией всего того, что не шло немецкое барокко. Но то же самое он переплавлял через свою индивидуальность, через своё видение музыки. В данный момент, вот если говорить об Александра Скарлате, мне так кажется, что у него не совсем получилось. Потому что в тот момент, когда он пытался, так же, как потом в русской музыке, особняком стоит Александр Дрогомышский, который пытался идти от внутреннего состояния героя, от смысла повествования, и он пытался, как каменный гость, как потом Мусоргский, те фамилии, которые сегодня встретятся ещё в мастер-классе. Мне просто хотелось бы немножко как бы охватить всю программу целиком. Потому что для меня она как-то неожиданно стала достаточно большим комплексом. Он пытался речевую интонацию, характерную интонацию немножечко преобразовать и уйти от общего шаблона, от общего смысла этих самых аффектальных каких-то интонаций. Но, к сожалению, публика голосует, и в том числе, естественно, герцоги со своими деньгами и князья тоже голосуют за определённую стилистику. В результате, где-то в среднем периоде творчества, фиалка – это его начальный этап, когда он ещё развивался практически в том направлении, которое было принято в итальянском барокко до среднего периода. Характерно, что было для этого стилистического направления? Лёгкость, камерность. Практически всегда это как бы двухчастность. Но вот здесь, в данный момент, у него уже прослеживается форма дакапа, которую, собственно говоря, Александр Скорлать одним из первых стал использовать в своих вокальных консонах или в каких-то своих построениях. Но, к сожалению, пока что ещё мы говорим о том, что это пасторальная вещь, она не несёт какого-то такого сильного внутреннего эмоционального наполнения. И вообще, это был вставной номер, отдельно написанная консона, которая была помещена в оперу. Опера, естественно, серия, и Александр был мастером оперы серии. Но, опять же, хочу сказать, что вот эта как бы точка водораздела Виолетте как принадлежность ещё немножко обезличенному состоянию аффектов и дальнейшее развитие итальянской музыки, в котором Александр пытался развиваться, оно тяготело именно к тому, чтобы музыкальная составляющая стала больше выражать именно индивидуальность героя. Потому что обезличенность происходящего на сцене, вне зависимости от того, кто это мужчина, женщина и в какой ситуации они находятся, они были доведены уже до абсурда. И, по большому счёту, например, венецианское и неаполитанское направления, они стали развивать именно, раз у нас нет смысла в глубине, то мы пойдём по пути внешнего блеска. И здесь у нас школа кастратов и воля певца как такового. То есть, развитие ушло вот этой вот блестящей струи, в которой изложена Виолетта, она ушла именно в направлении неаполитанской, чистой, вокальной. Ну, мы знаем, да, если ты родился в Неаполе, ты не можешь не петь. Точно так же Венеция. На тот момент у нас и дальше ещё такие имена, как Антонио Вивальди. Это, естественно, искусство внешнего лоска. И певец, который выходил на сцену, который был востребован, он заказывал. Хочу в такой-то тесситории, хочу в такой-то тональности. Именно в этот момент я уже распелся, поэтому здесь будет такая-то вставная ария. Вот конкретно под какие-то необходимые нужды, по-моему, сейчас вот я даже скажу, как называется эта опера. Да-да-да, и там даже отдельно, вы абсолютно правы, есть ещё даже такие забавные, смешные вставные эпизоды, которые, ну, понимаете, к действию никак не привязаны. Например, синфония, которая отдельно, как оркестровый кусок, не увертюра, не окончание, не антракт, а просто как вставной номер. Ну, вот так как-то хорошо пошло по музыке. Почему бы это не сочинить? Значит, что бы мне хотелось сказать конкретно по вашему исполнению? Опять же, в связке. Безусловно, когда будет прозвучить бананчини, вы чётко поймёте, в чём я для себя различаю. В скарлатте я вижу необыкновенную лёгкость штриха. И, по большому счёту, его исполнительский вот такой вот колер, он скорее в блеске, в лёгком блеске, как гладь воды. Это могло исполняться буквально под квартет. Это могло исполняться под солирующий, например, голос, сопровождающий, заполняющий инструмент и обязательно бас выписанный, который мог быть естественно расцвечен альтом, скрипкой, ещё дополнительно духовым инструментом, который создавал вот эту вязь между голосом и нижней басовой партией. Поэтому общая прозрачность тонуса музыки, мне кажется, она наиболее важной является здесь. И ещё всегда подчеркну, что для меня музыка развивается в двух очень важных направлениях. Это звуковая палитра, а сюда во владение звуком всегда входит всё, что касается этого материала. Атака, артикуляция, владение педалью, владение различными штрихами. Это всё то, что меняет звук и сделает его стилистически точным. И вторая очень важная ипостась. То есть конкретно по звуку вы поняли, что я имела в виду. Лёгкость, прозрачность в чём-то клавесинность. То есть вы фактически являетесь бликами вокруг божественно проведённого контанта вашей солистки. И солистка совершенно замечательная. Но вот ещё такой маленький нюанс, а для меня он глобальный. Потому что хороший музыкант и хороший исполнитель только тогда становится гениальным, когда он умеет управлять временем. Неспроста это говорю. Потому что очень важно, с одной стороны, ту пульсацию движения, которая присуща этому произведению, лёгкому, незаметному, ничего не значащему, как бы почти поверхностному, её очень важно почувствовать от машего вступления и пронести через всё повествование. Опять же, средние кусочки. Скорее всего, это будущее зарождение между эпизодами Тути и как бы речитатива аккомпаниата. Согласны, да? Похоже на это. Но насколько плотность фактуры и насколько назидательность тона концертмистера здесь применима. Значит, что я заметила? Мне показалось, что для того, чтобы войти, вам было необходимо гораздо большее количество драйва и эффекта в вашем вступлении. Вы немножечко поторопились. В любом случае, как бы ненавязчивость и ненарочитость вашего высказывания, она, мне кажется, во главе угла. Как будто вам всё равно. Дело в том, что я ещё могу такую вещь сказать. Практически во всех операх, во всех произведениях Александра Скарлатти фоном, вне зависимости от того, происходит это в помещениях, происходит ли это на пленере, или это происходит в каких-то городских декорациях, ощущение воздуха и пейзажности, оно везде прослеживается. Он очень тяготел вот к этой ему немножко большей свободе внутри тактовой. У него не было сжатого ощущения времени, как, например, в музыке Вивальди. У него внутренне как будто пружина, да, вот рыжий священник. И вот эта вот термоядерность какого-то такого взрыва. Ажи та та дуэвенти, да. И нас просто несёт. Дело в том, что, опять же, если послушать YouTube, а, в принципе, мы счастливы тем, что у нас есть возможность не только перемещаться из концертного зала в концертный зал, у нас есть возможность побывать во всех концертных залах с помощью других записей. Существуют очень большие градации темпа, конкретно этой концоны. Мне кажется, здесь темп… Какой указан он? Аллигрета. Вот он скорее, мне кажется, по духу аллигрета. А такой вот он – андантино. Потому что андантино есть и анданты. Это немедленные темпы. Это самые спокойные темпы движения. Потому что, опять же, вашей солистке, мне показалось, чуть-чуточку не хватило спокойствия взятия перед фразами. Ей приходилось подторапливать, быстренько это сделать. Ей должно быть максимально комфортно и максимально удобно. Её голос не должен нигде не испытывать стресса. Потому что что в этот момент? Публика, если это вставной номер, она должна на какой-то момент выключиться из повествования и получить свою норму биса. Правильно? А когда публика получает бис, она получает сразу исключительно удовлетворение. Не мыслительного, а какого-то такого вот физиологического даже порядка. Поэтому, если физиологически солистке немножко неудобно, мы немножечко неправы в отношении стилистики и движения внутри фраз этого произведения. Теперь, что касается баланса. Хотелось бы что сказать? Я даже немножечко поднимусь. Это не обязательно. Если мы говорим о барокко, то волей-неволей мы должны сказать о том, какой метод взаимодействия пластов внутри факторы. Я просто специально это говорю, чтобы вы поняли, что необходимо будет изменить. Когда мы начнем повторно играть, вы поймете. Безусловно, штрихи нельзя точно верифицировать, насколько они принадлежат этому перу, самого композитора. Количество переписчиков, количество потерь этого текста, какие-то сохранились в подлинниках, какие-то сохранились условно в подлинниках. Поэтому количество совпадений может быть минимальным. Что для меня всегда в барокко главное? Существует разница между основными фактурными линиями. Если одна из них изложена более раздельным штрихом, я не говорю нон-легато и никогда постараюсь не говорить, потому что для меня нон-легато это просто не связано. Это более риторически оправданный штрих. Он может быть более коротким, точно так же, как если мы говорим о точке. Не устаю это говорить. Точка не всегда стакката, отнюдь не стакката. Точно так же, как и для пианиста это более важно, чем даже для вокалиста. Точка может означать либо длину ноты, либо момент ее взятия. То есть более конкретный палец, и вы уже получаете эту свою точку. И необходимо понять, где эта точка акустически пропадающий звук, а где эта точка конкретно обозначает как атака как у вокалиста. И очень четко вплести свое собственное понимание и самоощущение в ту линию, которую излагает вокалист. Где-то наши штрихи ее поддерживают в плавном движении, где-то наоборот, так как барочность и полифония, они близнецы-братья, они взаимно очень-очень-очень сильно дружат. Мы должны как бы интермедийно проводить. Какая-то одна из рук, например, бас плюс вокал, они идут в взаимном движении плавности, а правая рука, наоборот, в этот момент их как бы аккомпаниатус делает. Или, например, мелодически в тех местах, где есть по децимам, по секстам, например, верхний голос немножко вторит вокалу. Есть моменты, где наоборот, практически, ну вот я совершенно с этим соглашусь, что вот там-пам-пам-пам-пам-пам-пам, вот здесь вот. По большому счету можно исполнить там-пам-пам, потому что маленькие... Значит, я серьезно, я немножко пытаюсь расшатать вашу веру в ноты, которые перед вами. Я говорю вам о том, что можно и что нужно делать в барочной музыке. Первоначально мы, безусловно, доверяем всему тому, что написано. И все, что мы делаем, мы стараемся провести в параллели с вокальной строчкой. Насколько это дополняет и насколько это не мешает дыханию стилистике вашего солиста, потому что в любом случае она Примадонна. А дальше мы начинаем себе не доверять. Насколько у нас аккомпанемент вдруг кажется слишком банальным, слишком романтизированным или еще каким-то, или наоборот, штрихи в какой-то момент мешают. Вот, по большому счету, здесь можно... Или можно сделать вариата, вы же понимаете, да? Нет, подождите. В одном из разов, точно так же, как каждое из проведений вашей солистки, по большому счету, каждое из трех появлений, оно должно быть варьировано, да? Благодаря того, что автор подразумевал достаточную волю своего солиста, и раз он позволяет себе вставную какую-то арию, то в ней, возможно, какие-то отклонения. Но, безусловно, сейчас я от вас этого не потребую, у вас прекрасный педагог, вы всегда можете обсудить с ней. Не всегда точное действие по мелодии. Тарадам-пам-пам-тарада, тарадам-тарадам-паратам-пам. Не везде это прописано. Но есть ожидание, что это не будет под пластинку повторенное. Дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку? Точно так же, кое-где количество нот во фразе превышает или уменьшается в зависимости от текста, правильно? В зависимости от этого вы можете схожие гармонические построения сыграть разнообразным штрихом. Он не перестанет быть барочным, но он станет более разнообразным, потому что вы же тоже художник. Поэтому номинально у нас есть коробочка с драгоценностями. Это наши возможности, что мы можем себе позволить в барочной музыке. А дальше мы смотрим, мы нарядили нашу принцессу и смотрим, какие украшения мы можем позволить себе. Какие не будут излишними или какие наоборот будут приковывать ее и не позволят ей двигаться, чтобы ей не было тяжело. Вот в этой мере компетенции, собственно говоря, хотела и сказать. Мастер-класс переводится, я почему-то так решила назвать КПК. Компетенция – это наше знание. Дальше, П – профессионализм. То, как мы реализуем все то, что мы знаем. И креативность, потому что мы должны быть достаточно подвижны. Мы должны следить и в данный момент за тем, что происходит, и уметь менять себя под происходящее, под акустику, под конкретного исполнения. И в том числе волей-неволей мы находимся в процессуальном развитии музыки, той, которая сейчас есть, и отношения к той музыке, которая была сложена до того, как она пришла в наши руки. Как всегда говорится, а, вот 30 лет назад барокко играли так, а 60 лет играли так, а вот теперь так, как в начале века, как Нежданного пела, теперь больше не поют. Мы должны понимать, и, естественно, из нашей компетентности профессионализма мы находим наилучшее количество вариантов креативности. И тогда становимся мы с вами лучшими концертмейстерами на свете, лучшими друзьями своего солиста, именно выходя с которым он звучит эксклюзивно. И мы получаем эксклюзивный вариант той музыки, которую мы представляем. Исполнительство приобретает свой смысл с большой буквы И. Я вселила в вас уверенность в том, что нам с вами практически всегда можно очень многое. Особенно мы понимаем, что это все-таки тенденция к оркестровой музыке. Это переложение, это клавир. И то, что я вам сказала, да, состав оркестра, который исполнял конкретную эту партитуру, он очень менялся. Сегодня есть такие-то, завтра есть такие-то. Следовательно, и тембральные характеристики, и штрихи разных инструментов. Сегодня у нас контрфагот там где-то играет, да, например, а где-то играет, например, виолончель, нижнюю часть. Штрихи будут другие, потому что конкретно, вот, здесь у вас ничего не написано. Можно сыграть как бы это острым прикосновением, не укороченный звук, а именно само прикосновение у вас более объективное. Что происходит в этот момент в левой руке? Опять же, можно выбрать, можно сделать струнный штрих. То есть, на связности. Но опять же, со снятием, да. Еще такой момент, можно сделать духовой штрих. И тогда октава будет, как во всех барочных произведениях Баха, ну вот если так говорить, это катехизис такой определенный. Это никогда не играется легато. Но в барочке Италии мы можем это себе позволить, вы понимаете, да? Я еще почему хочу сказать про Баха и про немецкую музыку. Почему здесь это можно делать? Потому что очень многие исследователи, теоретики склоняются к тому, что Александра не до конца был все-таки итальянцем в своем мышлении. Почему я и говорила, что в среднем периоде он пытался уйти от того, что вокалист и аффекты, и внешняя какая-то эффектность, она ставится во главу угла. Он пытался сделать что-то по-другому, он скорее аналитикой пытался заниматься, он пытался сделать вокализацию как разговорную и характер героя раскрыть через это. Это более было характерно для немецкой школы. И, собственно говоря, Хассе, который был его учеником и который впоследствии работал в Вене, он контактировал и с Бетховеном, и с Бахом, и моцартовские в чем-то штрихи, которые мы можем здесь чуть-чуточку услышать. Есть какая-то, да, такая венская школа. Это вот как раз те новаторские моменты Александра Скарлатти, которые мы, может быть, не до конца осознаем, но они волей-неволей, даже через вот эти виолетты, они немножко приводят нас к Вольгу Голомадею. Не знаю, чувствуете вы или нет. Нет, но для меня эта музыка все-таки слегка венским колоритом, немецким колоритом пропитана. Поэтому мы выбираем, каким образом действовать, и в зависимости от ситуации это решаем. Вот не уверена, что такой штрих... Что аж сюда продолжается лига... Потому что у вас здесь перекличка... Длинновата лига, прямо скажем, потому что уже есть разрешение... И вам нужно уступить место голосам. Каждый раз у нас есть полифонические отношения между вашей фактурой, вашими пластами фактуры и вашей вокалисткой. У вас все время должен быть диалог. Угу. Угу. Значит, давайте попробуем. Для меня все-таки появление вашей вокалистки... Та-да-дам-пам-пам-пам-пам... Скорее не за счет темпа, а за счет яркости вашего изложения. Та-да-дам-пам-пам-пам-пам... Попробуем. Не-не-не, от вас сейчас мало что потребуется. Не считаете ли вы, что каждая из ваших рук играет примерно в одном штрихе? Сделать по-разному? Конечно. Да. А теперь смотри. Я-м-пам-пам-пам... Это пять нот? Угу. Нет. Это минимум две интонации. Соль, ля, си, до, ре... Согласны? Ть-я-м... Показали... Та-ре-ям-пам-па-та-да-я... Пам-па-пам-пам-пам... Вообще, в принципе, даже когда мы имеем пульсацию сильных долей в такте, у нас все равно, так же как в речи, у нас есть ям и хорей. А не будет ли это дробление, встремление? Нет. В том-то и дело. Вы понимаете, вы делаете красивую строчку, но после этого объединяете это в одну единую фразу. То есть у вас интонирование есть, а фраза развивается как в ощущении времени. То есть вот как раз сочетание вертикали и горизонтали. Время идет по горизонтали, но каждый раз очень выпуклое и очень говорящее. Ведь она же выразительно поет, правильно? Она пытается каждую интонацию уложить. И она очень хитро делает. Она, например, старается не ронять голос вниз, если находится в серединном диапазоне. Настолько, насколько можно, вы очень хорошо стилистически справляетесь. И правильно делаете, потому что вам необходимо жить долго и счастливо в течение одного произведения и своей профессиональной жизни. Но мы, получается, что делаем? Мы слишком идем обобщая все. Я за то, чтобы сначала было очень четкое и очень скрупулезный подбор ингредиентов для нашего с вами блюда. Помыть, обработать, прослушать, посмотреть по балансу. А после того, как вы соединяете, как в хорошей высокой кухне, у вас получается то, что никогда не распадается на детали. Потому что вкусы, интонации, штрихи очень взаимно дополняют себя. Я немножко усложняю вашу задачу. Я вообще хочу, чтобы мы изначально много всего брали, много о чем думали. И после этого у нас получалась ровная гладь. После сборки доработать напильником, как в известном анекдоте. Не идти от напильника сразу. Не говорить, что этот кусок мрамора прекрасен, поэтому он здесь будет стоять. Крупновато получается. Опять же, если говорить об антральном вот этом вот соль. Он всегда немножко с небольшим люфтом идет. Он никогда не будет направлен вниз правильно. Потому что, значит, получается сразу атака, которая была бы хорошо в произведении Бетховена. Но ни отнюдь не элегантного жанра. Не думаю, что отдельные ноты будут хороши. Либо вы делаете интонацию, либо микро-лига. Потому что, посмотрите, первая фраза. Можете спеть ее? Сами. Да. Вы понимаете, что она не делает а-а-а. Она не поет таким образом. На-а-а. У нее это есть. По большому счету, вам бы ее предвосхитить своим штрихом. Следовательно, это говорит о том, что нет легата. Точки. Говорят только об этом. И вообще, в барочной музыке, если уж совсем жестко сказать, точки – это нон-легата. Это просто нон-легата. Это не связано, это внятно. Что происходит вот здесь? Это скорее такое портата. Поэтому у нас получается активный конец пальца в правой руке. И я-та-там-бам-бам-та-там. Согласны? У нас нет ведущей левой. У нас нет аккомпанирующей правой. До абсурда доведя, да, эту логику. Но у нас есть общий план. Более плотное движение внизу, более ясное движение. И более легкое движение вверху. Но, опять же, я пытаюсь расшатать вашу веру в эти точки. И, может быть, тоже здесь не. А. Мне кажется, так будет скорее даже более мелко. Мы же стремимся к мелкому штриху, правильно? К маленькой подаче. Как только у нас большее количество нот уменьшается на… увеличивается на… и объединяется на длинное расстояние, у нас это ближе к чему приходим мы – к романтике. Вообще длинные, большие фразы, большие полотна и много массы – это романтика. А мы здесь имеем в виду прекрасную ювелирную безделушку. У нас с вами маленькие часики, маленькие красивые статуэточки. Все очень аккуратно и доведенное до совершенства. Но это всегда немножко как бы театр мышек. Поэтому не ощущайте себя здесь крупным специалистом. Да. Вы должны быть очень как-то подсобраны. Но и потом человек барокко недоедал. Правильно, да? Все-таки тщедушен был, болезненен. Но что опять же человек барокко хотел? Произвести впечатление. Поэтому главное, какое мы производим впечатление. Мы опять приходим к тому. Ни в коем случае не должен быть темп, в котором я слышу, как солистка пытается быстренько взять дыхание. Это было в минимальном количестве. То есть не считайте, что я вас очень сильно критикую. Просто хочется, чтобы у вас хорошее, отличное почти было исполнение. Но оно может быть еще более гениальным, стилистически. И конкретно к рукам. Не думаю, что это руки, уходящие внутрь клавиатуры. А это всегда с подушкой. Наши пальцы, вот если так вот там сказать, они... Да-да-да, липкие. Как будто вы ими осматриваете территорию. Это тактильная, мануальная скорее штриховая палитра. Ни в коем случае не такая. Пересмотрели все, и у вас после того, как вы оставили эти ноты после себя, осталось ощущение лоска и блеска. Попробуем. А я бы даже это, как будто вы... Вот звук уже есть, а... Еще, кстати... Баланс. Вы хотите низ или верх? Я для себя мыслю, что вот эта нота является главной, а это ее призвук. Потому что как только вы ее положите сюда рукой, вы получите скорее органное звучание. И вообще, даже когда у нас встречаются октавы, имейте в виду, что в барочной музыке мы скорее их ведем по первому пальцу, чем О. Как только мы имеем в виду органные сочинения Генделя и Ли, ну, Баха в том числе, то у нас... У нас будет Ям-бам-бам-бам-бам. Но только не в этом темпе, а Ям-бам-бам-бам. И ваши октавы становятся объемными, но при этом легкими, прозрачными, камерными. А зачем вам... Не надо, да, да. Подождите. Мы говорим о том, что весь этот набор выразительных средств должен существовать, как белка в колесе. Ям-та-та-там-пам-пам-ла-та-там-пам. Ям-пам-та-ре-ям-пам-пам. Как будто вот ваша солистка вышла в сад. Та-ра-там-пам-пам-та-ра-тай-ра-ям-там-та-ра. Темп неспешной прогулки. Тьям-та-та-там-пам-пам. Это же прекрасно. У нас с вами есть гармонии. Вот их и нужно последить. Слышали ли вы, что у вас ля немножечко ярче, чем нужно? Потому что у вас должно быть... Слышите, да? Вот так не должно быть. Я попыталась. Ага, хорошо. Тогда о кухне. Если у нас есть лига, первая нота и вторая, то мы всегда берем первую, а вторую забираем пальцем к себе. Мы никогда не думаем о снятии, мы думаем о взятии первой. Та-ра-там. То есть соль-м-си, соль-м-си, соль-м-си. И у вас получается, что вторая нота, она находится под покровительством первой. Да, а теперь... Я говорю о движении туда. Посмотрите. Ваша солистка делает стремление к ноте ре. А вы не хотите это сделать. Примерно так получается. Интонирование к ре, но не введение. Да, только на время это никак не должно отражаться. Стоп, мы видим ре. У вас двуголосие. И прошли ноты. После этого. Опять же, дополнение друг к дружке. И опять же, не думаю, что секс здесь является удобной для этой руки. На всякий случай проговариваем про удобство. То есть, для меня это. И потом пошло. И следующая линия. Фраза одного типа. Полифония. И дальше мы возвращаемся примерно к такому же изложению. Слышите, что эта лига нот не нужна? Уже. Да, конечно. Более стилистически верно. Стоп, стоп, стоп. А зачем такие? Они очень близки. Здесь у нас между ними было больше двух октав. А здесь они всего лишь в секс-то. Попробуем еще разочек. Только, смотрите, не тушуйте сейчас. Только правая рука. И призвук левый. Да. Только лига. Ага. У вас должно Ре остаться еще в этом месте. Только это много звука. Тише. А Ре почему не слышно? Слышно? Это не громко. Да. И теперь смотрите еще. Это не целый так. Дальше. Зона каданса. А тот же самый темп. Вот все-таки включитесь в этот темп. У нас сейчас очень хороший темп. Та-ра-дам-пам-пам-така-дам-пам-пам-пам-пай-рам-пам-пай-рам-пам-пай-рам. Сможете? От вас. Слышите, да, что это многовато? Да, то, что не стоит делать. Их чуть-чуть ближе друг к руке. Ля с хвостом и Ре с хвостом. От вас еще разочек можно? Секундочку. А можно попросить? Вы сейчас стали пользоваться амплитудой роком? Конечно. Более контактно. И призвук того, что здесь происходит, не должен мешать вот этому. Конечно. Здесь ведет правая рука. Железно. Возьмем вас к себе в компанию. Правая. А теперь я вас призываю. Показали свою идею. Дальше послушали. И у вас между вами уже фактически получается диалог. Еще раз темочка. Тишина там. Там-па-там-пам-пам-пам. То же самое. Подождите секундочку. У нас написано все под одной лигой. А дальше я-пам-пам-пам-пам-пам. Я бы все-таки помельчала немножечко. Там-па-гам-па-гам-пам-пам. Прямо от вас. Стоп. Так же, как у вас здесь. То же самое. Это фрагмент вашего превосходства. Я-пам-пам-пам-пам-пам. Угу. Там-па-там-па-та-на-там-та. Дальше. На-та-та-на-и-раз-та-на-тру. Там-та-на-тру. Стоп. Поменялась музыка. Там-па-пам-пам-пам-пам. Там-па-пам-пам-пам. Нету. Абсолютно. Есть дополнение гармонического плана. А-ма-ма-м-пам-пам. И я призываю вас здесь, может быть, не ногой, а рукой все это сохранять. Угу. Вторую. Да. Да. Совсем не снимаю. Да-да-да-да-да-ма-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Угу. Можно прямо от Виолетты Грациозы. Виолетты Грациозы. Угу. Отлично. Да. Вот там. А еще больше уйти в никуда-то. И не четыре группы, да? Одна, вторая, третья. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Вы делали одинаковый там, как будто эхо внутри вас. Воль, воль, биф. Стоп, в тот момент, когда есть вы, почему вы себе не позволяете? А там, там, обязательно покажите, а потом уходите. То есть вот это форте, которое здесь есть, это не динамическое, оно фактурное. Вас должно быть слышно. Можно еще раз что-то по Вольве? Там, 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 нет, а это как раз там, 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 там. Нет, штрих оставьте этот. Нет, штрих оставьте тот же. Там, там, там. То есть взаимосвязь этого и следующего это не лига. Вот здесь не лига. Вольве. Стоп, это кому-то нужно? Вам всего лишь нужно показать рэ, потому что в этот момент у соли слим. А вот ваш ответ. Варианты ваших рэ. От вашего рэ и дальше вы включаетесь эспегаты. Эспегаты. Секундочку, можно? Вот смотрите. Есть здесь зачем-то лига. Здесь ее нет. Вот я призываю, чтобы ее и здесь не было. Здесь лига прекрасно смотрится. А вот здесь на фоне вашей солистки, чем незаметнее вы будете, тем лучше. А у вас наоборот, вот это съедается, а вот это наоборот мешает солистке. Еще. Раз. Раз вместе. Раз. Та-да-дам-бам. И еще. Это хорошо. Смотрите. Та-да-дам. Но фраза не оканчивается. Она фактически продолжается. Начинается новое. То, что продолжение будет у солистки. Правильно? А вы мыслите в продолжении. Не стоит. Та-да-дам-бам-бам. Вот это не стоит делать. Та-да-дам-бам. 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 Та-да-дам-бам-бам. Еще раз. То есть это продолжение или это начало? Нет, это начало. Нельзя продолжать. А у вас получается, что правая рука продолжает и мешает левой в том числе. Вам нужно оторвать здесь мысль свою от предыдущей. Та-да-дам-бам. Та-да-дам-бам. Раз. Та-да-дам-бам-бам-бам. Та-да-дам-бам-бам. Вот. И то же самое. Та-да-дам-бам-бам-бам-бам. Та-дам-бам-бам-бам. Потому что ее уже нет. Та-дам-бам-бам-бам-бам. И вот у вас первая лига. Та-да-дам-бам-бам-бам-бам. И консорт. Та-дам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Перекличка сюда, сюда, сюда и Цузанна пошла. Не стоит лиговать. Честно. Так же, как мы вот здесь вынуждены были сделать это. А потом там. Та-дам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам между двумя руками, а потом перестали их противопоставлять друг другу. Так стоит сделать. Вот таким образом. Вот отсюда. Ага, еще раз вот этот кусок. Стоп, стоп, и остановите себя. Еще раз. Теперь от баса. И дальше так. Сообразили, да, услышали, вот что именно я имела в виду? Потому что получается одно на другое наслаивается. Мы кладем колбасу, сыр на бутерброд, еще что-то. Вроде бы все вкусно, но это не разделяется никоим образом. Прежде чем это в нас, в слушателях, соединиться, при подаче вы должны продумать вот эту фразировку внутри каждого слоя. Потому что у нас получается... Вроде бы весь себе ритм стоит на своих местах, вроде бы все ноты играются правильными, но внятность повествования, она нарушена. Дальше. Можно прямо вот отсюда. Стоп, секундочку. Явно духовики, да? Больше пальца. Сможете? Ага, хорошо. То же самое, мы уже придумали это. Класс. Ну, да. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть раньше надо было бы подумать. Да, конечно. И дальше. Понятно, да? Ну, мы хотя бы этот кусочек дойдем. И здесь никаких лег. И дальше. Согласны? Смотрите. По две как бы. А нет. Кучу не стоит делать. Ям-пам-пам-пам-пам. Ла-да-дам-пам-пам. Дальше. Но затем, gloom, 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 gloom. Ям-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А зачем? Чуточку покороче. Ям-та-да-дам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ага. А вот здесь как раз. Sierra threw … И... Незаметность правой руки при том, что волей né волей здесь высветится левая здесь больше произношения ага, включитесь, сможете, я понимаю, что тяжело вам она просто дальше пошла, ага, секундочку, можно там два проведения, хорошо? у нас отсюда вот точно так Виолетте, доведите до конца, у вас получается виолетте и вы летаете Ре не дозвучено чуть-чуточку, хорошо? и вы на ней как раз можете сделать вершину Виолетте, градиозы прихотливее будет звучать, потому что иначе получается так, как когда мы идем по ритмическому построению мы волей-неволей цепляемся за сильные доли правильно? вы так же делаете но когда нам нужно сделать имитацию каденции, мы должны что-то поменять, мы должны поломать у вас прекрасный диапазон, вы прекрасно можете чуть-чуть передержать и сантонировать не проходящую Ре, а прозвученную Ре сможете? за первым разом, там где ритмично Виолетте, 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 Грациозе Виолетте, Виолетте, Грациозе и длинненькая нота любовь к доминанте и уйти все-таки давайте это сделаем сейчас секундочку подойдите сюда тихонечко, только не свалитесь вот мы вам дадим тон а дальше у вас хорошо, сделаем еще одна маленькая первая доля, видите, я показываю Виолетте, Виолетте, Грациозе Виолетте, Виолетте, Грациозе и не забудьте, сейчас одну такую вещь еще скажу не может быть так, что написано ритм и нота вы делаете какое-то количество долей, которые тормозят движение а дальше идете уже в своем темпе для этого должно быть, по крайней мере, объяснение, что ритм и нота но доводит нас, например, до альтерированной второй ступени или для доминанта или каданса а потом добор до тоники у нас идет уже от темпа но здесь конкретно каденция прописана на потерю времени опять же, ритм и нота моя любимая тема я просто хотела бы обязательно обратить на это внимание почему я сегодня много посвятила времени именно разговору потому что у нас, как у любых музыкантов, а у вокалистов тем более достаточное количество шаблонов традиционных, хороших шаблонов мы ими пользуемся, мы не подозреваем, что что-то может быть не так мы все знаем с музыкальной школы, что ритм и нота это замедлять, правильно, да? ничего подобного если этимологию слова вслушаться ри-те-нуто что мы имеем в виду? мы имеем да, прослушивая каждую ноту собственно говоря, что я и попросила вас сделать в вашей каденции ви-галетта гра-те-оза и с каждой последующей нотой вы будете терять темп потому что вы будете на каждой ноте проводить чуть больше времени, чем изначально было запланировано, правильно? темп, как следствие, немножко уменьшится но это не будет ралин-танда или а-лярганда лярга что такое? широко а-лярганда это просто когда построение мыслица с расстоянием между нотами есть отличие между ри-те-нуто и а-лярганда? о да, конечно потому что время, теряемое в ри-те-нуто, проводится на ноте а-лярганда проводится мим, между этими построениями и, например, конкретное замедление это ралин-танда когда мы равномерно, потеряв драйв, потеряв скорость в движении та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та останавливаемся поэтому в вашей каденции вы берете для себя прямо увеличительное стекло и внезапно для себя и для публики увеличиваете ценность и длину каждой ноты, да? то есть вот они бисером прошли здесь ла-та-та-та-та-тям-пам и вдруг вы, примерно как ваш Николаевич ла-та-та-та-там-пам-там и ваш концертмейстер, увидев, что вы чем-то увлеклись он говорит, как мне сейчас время и она как раз восстановит темп вы не должны заботиться о том, что конец вашей фразы должен прийти в темп вы до конца рассматриваете эту прелесть эти блестящие, красивые, маленькие безделушки понимаете, да? и более того, если вы преувеличиваете свое внимание в шестнадцатых то уж на ля, которое у вас вот здесь, вы потратите еще больше времени во сколько раз? внутри четверти сколько шестнадцатых помещается? четыре да, в четыре раза больше времени вы потратите на ноте ля поэтому сильно вот здесь не стоит тормозить первая нота, которая больше вас займет ла-та-та-там-пам-пам и не стесняйтесь считать этими самыми мелкими длительностями потому что они вам обеспечат равномерную пульсацию внутри вашего гипервнимания к каждой ноте сообразили? это, так скажем, почти что высший пилотаж и я очень рада, что вы с вашим голосом вот сейчас это заберете и унесете от меня потому что вот в таких мелочах выражается стилистическое совершенство потому что у вас дыхания хватает какой смысл вам не додержать и не передержать эту нотку ля? ля волшебная и уже ваш оркестр выведет дальше в курс повествования понятно? спасибо вам большое Извините, что задержала вас больше.